Современный человек испытывает проблемы с персональной идентичностью. Эти проблемы неизвестны на протяжении большей истории человечества. Традиционному обществу они неизвестны. Традиционный человек полностью инкорпорирован в свою социальную роль, и его положение в обществе никак не расходится с его представлениями о самом себе. Это было связано с тем, что в предшествующих обществах существовали достаточно ясные метафизические и религиозные картины, которые гарантировали человеку его идентичность. Он знал, кто он, что он делает в этом мире и каково его предназначение. Он иногда мог ошибиться, но тем не менее, правильно всегда имел возможность решить этот вопрос. Что касается современного общества, то современный человек по большей части не знает, кто он и что. Я начну с простого примера, который бы показал, как мы решаем эту проблему в нашей повседневности. Возьмем интернет. Основной и главной сегодня передовой формой развития интернета являются социальные сети. Блоги, Facebook, ВКонтакте и так далее. Что это такое? По сути говоря, это некоторая форма выстраивания собственной биографии. Современный человек настроен на то, чтобы сохранить историческую память о прожитой им жизни. Мы можем добавить к этому бесконечные фотоальбомы в разных формах и так далее и тому подобное. Если мы посмотрим на Facebook, то увидим, что эта компания, хорошо чувствуя настроение на рынке, даже меняет свой интерфейс в пользу того, чтобы сделать нашу линию жизни более наглядной. Это связано, как я уже сказал, с тем, что современный человек не понимает, кто он или, по крайней мере, постоянно в этом сомневается. Для того, чтобы решить эту проблему, в современной культуре существует несколько стратегий. Первое, я ее уже упомянул, это стратегия биографическая. Это стратегия, в рамках которой человек определяет, кто он, отсылая самого себя к прошлому, к своему прошлому, к собственным переживаниям, к собственным чувствам, к собственным моментам жизни. В современной культуре, помимо упомянутых мной интернет-форм, уже давно выработаны достаточно сложные техники формирования биографической персональной идентичности. Это психотерапия, это дневники, это воспоминания, это любая форма или любая площадка, где мы рассказываем о самих себе. Это очень сложная история, но сегодня в массовом виде мы видим, в качестве массового явления мы наблюдаем, например, интернет-способы фиксации собственной биографии. То есть на это существует запрос, этот запрос никуда не девается, и он, соответственно, определяет и развитие, в том числе, и сети интернет. Кроме того, существует еще и другая стратегия, совершенно противоположная. Это так называемая партиципативная стратегия построения персональной идентичности. Партиципация означает участие, то есть мы определяем себя через принадлежность к какой-то группе. Эта партиципация всегда, так сказать, указывает и на нашу группу, и на другую группу. Например, мы мужчины, но не женщины. Так сказать, мы взрослые, но не дети. Партиципативная идентичность не является единым явлением, а распадается на две основные формы. Я использую здесь терминологию очень тонкого, на мой взгляд, немецкого социолога Алоэза Хана. И Хан говорит о том, что партиципативная идентичность распадается на функциональную и сегментивную форму. Функциональная форма связана с некоторым базовым процессом современности, а именно процессом дифференциации, специализации, разделения труда и так далее. Это те формы, в рамках которых мы определяем себя, например, как журналистов, как ученых, как отцов и так далее и тому подобное. В данном случае речь идет о том, что я принадлежу к некоторой группе, которая выполняет в обществе примерно такие же функции. Особенностью этой идентичности является то, что я, как правило, редко встречаюсь с представителями своей группы, чаще встречаюсь с представителями других групп, продавцы встречаются с покупателями, преподаватели встречаются со студентами. Вторая форма – форма сегментивная. Имеется в виду, что я причисляю себя к некоторой здешней группе. Здешняя группа – это группа как бы «моих», «своих». Существует несколько в современном мире таких форм, такого рода идентичности. Это прежде всего государственная, национальная и религиозная идентичности. Это тот принцип идентичности, когда я говорю, что вот мы здесь, а они там. Вот эти все указанные мной стратегии построения идентичности, они находятся в достаточно сложных взаимосвязях. В частности, что касается сегментивной идентичности, всегда есть подозрение, что она фиктивная. Тем не менее, запрос на нее в современном обществе очень высок. Если мы посмотрим на функциональную идентичность, то мы увидим, что в современном усложняющемся обществе человек испытывает постоянный стресс, связанный со все большей специализацией и все большей изоляцией. То есть я не просто ученый, я еще и специалист по какой-то определенной теме. И на самом деле я могу говорить серьезно об этой теме не со всеми учеными, а только с 10 человеками в мире. Как вы понимаете, это достаточно сложно для поддержания собственной идентичности. А под грузом вот этого давления дифференциации сегментивная идентичность, она необычайно востребована. И в этом смысле мы видим, что современное общество не ведет к снижению или к исчезновению таких феноменов, как национализм, как религиозность, а напротив, постоянно испытывает некоторые движения в том направлении, чтобы их интенсифицировать. Нынешняя форма, например, связанная с проблемами религии, там называется нынешнее состояние. Некоторые исследователи должны называть постсекулярность, имея в виду, что мы наблюдаем достаточно широко интенсивное возвращение религии в нашу жизнь. Хотя, казалось бы, для этого нет никаких оснований. Проблема с персональной идентичностью сегодня заключается в том, что она никогда не может быть решена. Дело в том, что современный человек постоянно находится в кризисе персональной идентичности. Это связано с некоторыми структурными особенностями современного общества и с тем, что вышеназванные мной стратегии, на самом деле, эту проблему полностью никогда не решают. Если посмотреть достаточно глубоко и философски-антропологически на эту проблему, то ее можно сформулировать следующим образом. Современный человек всегда ощущает, что он богаче любой формы идентичности, которая может быть ему предложена. Эту проблему, наверное, впервые очень ясно диагностировал Карл Маркс, когда определил так проблему отчуждения. Что такое проблема отчуждения? Это, по сути говоря, необходимость для человека в современном обществе выполнять некоторую социальную роль, то есть функциональную идентичность. Но при этом, выполняя эту роль, человек всегда ощущает, что он в этой роли не исчерпывается. Маркс, конечно, придал этому некоторый драматический характер в связи с пролетариатом, но, тем не менее, это общая проблема также в его собственном изложении. На самом деле, действительно, современный человек сегодня исполняет огромное количество функциональных ролей. Утром я отец, днем я пассажир, преподаватель, ученый, администратор, покупатель, посетитель ресторана и так далее. И, тем не менее, человек не чувствует себя идентифицированным настолько плотно, чтобы сказать, что вот это я и есть. Потому что ни одна из этих ролей не удовлетворяет его представлению о самом себе. Таким образом, кризис персональной идентичности — это перманентный кризис современного человека.